Мы уже рассказывали на страницах портала «Бизнес-заработок», куда вложить суммы до 3000 рублей. А также куда инвестировать 100 000 рублей. В этой статье мы расскажем про нажожные и прибыльные вложения миллион рублей. Любой может инвестировать капитал и получать отличный доход. И следует помнить, что от суммы вклада зависит возможная прибыль. Если сделать вклад на 50 000 рублей, то особо здесь не разживешься. А вот миллион рублей может пассивно принести уже заметную прибыль. Также необходимо знать, что не все варианты инвестирования являются надежными. Например, если вложить деньги в акции или пифы, то есть риски уйти в минус. Поэтому в этой статье будут рассмотрены наиболее надежные варианты инвестирования. Вклад в банки. Открытие денежного вклада в банке – самый простой вариант. Деньги просто размещаются в банке под процент. Но не каждый счет может принести нормальный доход. Самые высокие ставки по срочным сберегательным вкладам. Она достигает 10% в год. Но всю сумму с процентами можно получить только в том случае, если не выводить деньги со счета до конца действия депозита. Если вкладчик вложил деньги на год, то и снимать их следует через год. Допустим, годовая ставка составляет 10%. Если инвестор вложит 1 миллион рублей на год, то через 12 месяцев на счету будет 1 миллион рублей. Эти деньги можно снова вложить на год под проценты. Тогда будет 1 миллион 210 тысяч рублей, через 3 года после первого вклада на счету будет 1 миллион 331 тысячи рублей. Через 10 лет, если ставка за это время не будет меняться, будет уже 2 миллиона 600 тысяч рублей. Выходит, что каждый год заново будет вкладываться увеличенная сумма. Грубо говоря, изначальный капитал, то есть миллион рублей, за 10 лет увеличится на 160% или ежегодно на 16%. Но это в том случае, если размер ставки не будет меняться. Золото. Золото отличается своей надежностью, и практика показала, что долгое время стоимость унции никогда не падала. Все наоборот, желтый металл почти всегда растет в цене. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Обычно в золото вкладывают консервативные инвесторы, пытаясь защитить свой капитал от инфляции. Но можно получить приличный доход в перспективе. Факт. За 10 лет, 2007 год, 2017 год, золото подорожало больше, чем в 4 раза. Для рядового инвестора подойдут два варианта. Приобретение слитка и открытие золотого счета. Купить слиток и открыть счет можно почти в любом крупном банке страны. При покупке слитка требуется уплатить налог. Но такой вариант инвестирование называют наиболее надежным. Ведь если золото числится только на бумаге, как в случае с металлическим счетом, то есть риски потери капитала, так как такие ОМС не страхуются. Хотя есть и плюс счетом нет налога при покупке. Важно учитывать спред при покупке и продаже металла. Это разница между покупкой и продажей актива. Спред всегда динамичен. Для удобства, в пример, будет взят спред в 5%. Итак, инвестор вкладывает миллион рублей в покупку золота на ОМС. Текущая стоимость золота составляет 2300 рублей за 1 грамм. Налога нет. Срок инвестирования 10 лет. Невозможно точно сказать, насколько увеличится стоимость грамма этого металла за 10 лет. Но вполне реально, что за этот период будут резкие скачки как вверх, так и вниз. Поэтому важно поймать момент для своевременной продажи металла. Например, если через три года после покупки золота оно подорожало в 2-3 раза, то целесообразнее продать металл и зафиксировать большую прибыль. В противном случае может оказаться и так, что металл потом будут дешеветь. Чисто для примера здесь будет взята такая же динамика, как за последние 10 лет. Если учесть спред в 5%, то за миллион рублей можно купить 414 граммов. Допустим, к 2027 году золото подорожало в 4 раза, и стоимость грамма на фондовом рынке составляет 9200 рублей, запись сгенерирована в Яндекс.Клауд. Опять же, если учесть спред банка, то продать все свое золото инвестор может за 3 620 000 рублей недвижимость. При инвестировании в недвижимость можно получить заметную прибыль быстрее, чем через 10 лет. Речь пойдет об инвестировании в долевое строительство. Принцип в том, что девелоперы при планировании строительства привлекают инвестиции, продавая недвижимость физлицам. Фактически они продают квартиры, которые еще не построены. Но стоимость квадратного метра будет меньше примерно на 20-30%, чем показатели на рынке недвижимости. Имея миллион рублей, едва ли получится купить квартиру, то можно приобрести ее часть. Например, если стоимость квадратного метра на рынке составляет 50 000 рублей, то девелопер предложит его примерно за 40 000 рублей, тогда за миллион рублей инвестор может купить 25 квадратных метров. Взамен он получит сертификат, который после окончания строительства можно обменять на деньги. Есть тут небольшая проблема. На момент окончания возведения новостройки цена квадрата на рынке может измениться. И не факт, что в пользу роста. Поэтому рекомендуется вкладывать в недвижимость Москвы и области. Тут недвижимость редко дешевеет. Итак, допустим, дом строился три года, и цена квадратного метра за это время не изменилась, то есть осталась на отметке в 50 000 рублях. Тогда инвестор может обменять сертификат на деньги, то есть фактически продать свои 25 квадратных метров и получить уже 1 250 000 рублей, озвучено Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.